Всех приветствую, друзья, и добро пожаловать на канал. Сегодня мы поговорим о Яквейке. Очень часто вижу в комментариях вопрос на тему, что я использую. В моем случае я использую Яквейк. Это псевдотерминал, который позволяет, помимо того, что в выплывающих окон, сохранять те вещи, которые вы используете на момент работы, создает аналогичные псевдотерминалочки, псевдоконсолечки, плюс добавка ко всему удобен в плане того, что если вы работаете, мы его в любой момент можем там, допустим, убрать. Допустим, мы можем какие-то сделать определенные вещи, поработав, потом вернуться, создать там еще десяток терминалов, как-то обозвать. Допустим, этот терминал у меня будет заниматься исключительно там аштопом. Второй терминал у меня там, допустим, будет исключительно заниматься атоп. Ну, я буду сейчас до банальности показывать. Ну и, соответственно, в моем случае выполняются какие-то действия, я там переключаюсь, и удобно работать в плане того, что вы потом в последующем не путаетесь в терминалочках, как, допустим, если мы будем использовать консоль стандартную, которая KDE-шная, красивенькая такая тоже. В свое время, по молодости, я ее тоже использую очень часто. Аналогичным способом тоже создаются, тоже можно переименовывать. Но, друзья, их надо плодить, если ты хочешь еще какую-то консоль, там, допустим, еще консоль, да, допустим, вы... И есть большие шансы, особенно когда вы работаете на каких-то удаленных терминальных серверах, вы там подключаетесь куда-то, предположим, ну, на текущий момент к псевдотерминалу, который, опять же, сам на себя обращается, то бишь, посредством с СССР, вот, мы там что-то поделали, поработали, а, к примеру, разбили жесткий диск, да, такое у меня было на практике, на самом деле, и потом я принял решение, надо что-то искать, что-то такое, что реально не дает возможности именно допустить какие-то тривиальные ошибки, а именно в путанице с работой именно терминалов. Естественно, есть много команд, которые позволяют выполнять аналогичным способом Drop'n'down, да, но нужно понимать, что не только этим Яквейк хорош. Сама утилита называется DPKG с ключом V Яквейк. Версия у меня 19.12, но это не принципиально в данном случае, то есть будет она там выше, ниже, это не столь важно. Важно, что она умеет работать с параметрами, которые потом впоследствии вам пригодятся при администрировании. Предположим, у вас имеется десяток серваков, которые находятся, опять же, либо по всей территории нашего шарика, либо, там, не знаю, у вас 300 серверов, там, опять же, на Linux, и бунти, не знаю, там, FreeBSD какого-нибудь, но не суть важна. В общем, есть сервера, которые поддерживают 22-й порт, и вы можете совершенно спокойно подключаться, вот, то, опять же, обезьянним трудом, там, страдать, в плане того, чтобы подключился ты, там, к одной машине, там, да, выполнил подключение, создал терминал, выполнил еще какое-то подключение, ну, это, честно говоря, там, ну, раз, два, три, там, вы сделаете, и вам это дико надоест, ну, устанете прямо до безумия. Ну, вот, Eqlake позволяет как раз создавать такие вещи, к примеру, как автоматическое подключение, то есть, в моем случае у меня написан уже маленький баш-сценарий, который, если говорить простым языком, в цикле проходится, читает определенный файл, который я передаю в переменную Eqlake Session, и это я вам сейчас все покажу, после чего создает некую сессию, называет ее каким-то хитрым именем, и потом мы делаем с вами некий проброс на определенный порт. Что ж, давайте я вам все дело продемонстрирую, потом в описании я скину данную инструкцию, почитайте, если будут вопросы, то, соответственно, я вам постараюсь ответить. Что ж, в моем случае, к примеру, мы с вами сейчас сдадим от 1 до 10, в том числе, скажем так, псевдоподключений, SSHP22127001, и пусть это будет проброс в сторону как раз там 22 BXI, в сторону, опять же, локальной петли на 22-й порт. Ой, и данное. Все. Вот мы с вами подключились. Давайте вот так вот сделаем. В моем случае вот мы создали порты от 22.1 до 22.10. Соответственно, как вы будете создавать там, хотите по октетам, хотите по каким-то определенным своим критериям, это не принципиально. Ну и далее, потом мы уже можем с вами, опять же, к примеру, сейчас я выдерну все это дело, и потом уже посвечим. Да, игре по O. Пусть это будет 2. 2.2 от 0 до 9. 1, 2. 1, 2. 22. Отлично. Вот мы создали, после чего мы можем назвать некое какое-то подключение. Пусть это будет порт test.txt непринципиально. И далее, уже при выполнении команды Яквейк сессиен, мы можем воспользоваться порт тест. После чего у нас с вами создаются вот эти волшебные подключения. Обратите внимание, порт 2.2.1.2.2.2.2.3. То есть вот таким вот нехитрым способом у нас произошло подключение по всем машинам. Естественно, если я это выполнял бы руками, это занимало бы минуту, полторы, две. Представим, что у меня таких серверов 300, и ты охренеешь. Вот поэтому в этом плане Яквейк, конечно, выигрывает. Может быть, есть и в терминалах, там в каких-то консолях, там, опять же, может быть, и в X-Term, такие же вещи. Но, честно говоря, не заморачивайся, потому что мне как-то Яквейк уже близок, я с ним работаю больше, ну, точно 10 лет. Поэтому данная утилита заслуживает особого внимания. Рекомендую. Обращайтесь, смотрите, изучайте. И это вам пригодится в жизни. Ну что ж, друзья, если у вас имеются вопросы, пишите, не стесняйтесь. А так, как всегда, по традиции говорю, подписывайтесь, ставьте лайки. И пока-пока.